здравствуйте уважаемые читатели и зрители про владимира с вами сегодня ксения груздева обозреватель про владимира и сегодня у нас интервью с очень интересными я считаю гостями это сотрудники медицинской скорой медицинской помощи города владимира а фельдшер кирилл семенов и врач-анестезиолог станислав ашаев а в общем то мы не просто так решили сегодня поговорить именно сотрудниками скорой поскольку это очень громкая тема последние недели собственно потому что эти самые сотрудники написали коллективную жалобу на имя генпрокурора губернатора президента выполномоченные ведомства и рассказали о своем нелегком положении а вот именно о том что доп выплаты урезали как я понимаю верно и о том что собственно состояние автомобиля оставляет желать лучшего бригадам приходится работать неукомплектованными и проблем достаточно и вот сегодня мы решили собственно подробнее об этом побеседовать непосредственными участниками которые в том числе и участвовали в составлении коллективной жалобы вот мы как знаем на прошлой неделе к вам отправляли депутатов законодательного собрания владимирской области те съездили вроде сказали что все не так уж критически что зарплаты то урезали совсем немного и это сезонное явление и автомобили ездят ну да старенькие аккумуляторы но это вот проблема закупок более того сказали что жалобы составлен таким профессиональным языком что могли это сделать только с помощью кого-то и вот в частности фракции кпрф которая к вам приехала раньше я поясню данный момент то есть жалоба была составлена работниками станции скорой помощи то есть как фельдшерами так и врачами вот и составлена она была конечно же с помощью юриста грамотного юриста вот но без помощи так скажем фракции кпрф то есть я развею данные сомнения то есть они абсолютно никакого участия в этом не принимали на вот что касается депутатов которые приезжали к нам на станцию скорой помощи ввиду того чтобы все-таки посмотреть действительно ли были урезаны выплаты действительно ли так все плохо действительно ли машины ломаются и так скажем так далее депутаты приехали именно в тот момент когда на станции скорой помощи не находилось практически никого кроме одного врача анестезиолога реаниматолога вот и все и также были скажем старший врач смены который сидит диспетчерской и фельдшера по приему вызовов также диспетчерской службы естественно опрос был проведен среди врачей были ли урезаны им стимулирующие выплаты естественно что врачам они не были урезаны абсолютно никаким образом что касаемо было машин скорой помощи как в общем было заявлено что все в плачевном состоянии объясню тем же самым языком что находилась в гараже грубо говоря два землекопа которые собственно ничего пояснить то и не могли вот один водитель так скажем пытался сказать депутатам что да посмотрите ездим там на металлоломи и прочим 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 следствие чего в гараже появились как причем водитель же мне сказал что в этот же день в гараже появились новые запчасти новые колеса даже новые фары на машины появились но в итоге они их ставить не стали потому что одна из новых фар была лопнутой треснутой вот ну видимо так совпало скажем вот не будем голословно в этом говорить что это все было именно к приезду спланировано вот видимо так совпало после того как представители фракции кпрф у нас побывали на после этого были еще и другие из других фракций на следующий день мы встретились с мозолёвым алексей станиславович это директор департамента здравоохранения нам приоткрыли железный занавес и выяснилось что снижение заработной платы произошло из-за того что фонд который выделяет деньги уменьшил коэффициент в результате 3 миллиона скорая помощь не заработала но выйди людям скажи что дорогие мои вы работаете как проклятые вызовов много мы вы молодцы вы старались вы сделали все но не по моей вине не по вине департамента здравоохранения произошла такая штука я не могу взять деньги достать их вот кера там буты из угла ли еще что-то не без суть ребята у нас просто снизится заработная плата все поймут все поймут и никто никакую там жалобы никуда писать не будет но к сожалению за последние два года у нас ситуацию будет так что мы не можем руководству получить ту информацию которую мы хотим вот типичная рабочий день сотрудника скорой помощи владимира какое я бы так сказал довольно насыщенный то есть едешь ты на вызов скажем довольно безобидное повышенное давление но ты никогда не подозреваешь что там ждет то есть зачастую пациенты сбивают с толку диспетчерскую службу вот на вызов можно приехать а ждать чего угодно то есть это может быть от банально повышенного давления до отека легких то есть не всегда так скажем известно что там будет да это вот эффект неожиданности а вот хотелось бы тоже по графику какой у вас график как вы выезжаете в комплектом неукомплектованно сколько вызовов средний день вот поедем зачастую в большей степени мы выезжаем не в укомплектованных бригадах то есть мы практически всегда работаем по одному то есть это водитель и фельдшер бригады скажем так реанимационная и бит бригады естественно они работают по трое и по двое то есть это врач двое фельдшеров или же фельдшер там медсестра вот либо же две медсестры что касаемо бригад бит там работает врач и фельдшер вот что касается линейных бригад скорой помощи практически в 90 процентах случаях работает только фельдшер и водитель реанимационные бригады занимаются так скажем вызовами первой срочности то есть это дтп падение с высоты человека который находится без сознания туда тоже едет реанимационная бригада вот то есть это вызова первой срочности бит бригада это бригада интенсивной терапии то есть так скажем если я попал на вызов где ну можно сказать да можно сказать что да они совершенно исчезли они занимаются такой же грубо говоря ерундой как мы но не в плане ерундой то что они выезжают на такие же вызова как и станислав геннадич поясните вы вы более подкованы скажем в этом вопросе дело все в том что на станции скорой помощи города владимир огромный кадровый дефицит огромный кадровый дефицит почему складывается ведь должны быть условия труда человек должен прийти на работу он должен понимать на каком автомобиле он работает к сожалению у нас вот допускает руководство то что медперсонал качует с одной машины на другую одну смену ты на этой машине работаешь другую на другой мы к сожалению не в германии все автомобили у нас разные хотя даже не одного класса то есть класс общепрофильной бригады это класс б класс реанимационный автомобиль класса c но даже они отличаются по внутренним убранству скажем так чтобы людям было понятно конечно никакой логистики российские автомобили вообще не выдерживают там логистика полностью нарушена и это в одном автомобиле эта аппаратура находится в одной части автомобиля в другом автомобиле совершенно другой части конечно человек должен быть подготовлен к вызову то есть он пришел на работу у него должно быть хоть какое-то время для пересменки то есть принять автомобиль у предыдущего медицинского работника все проверить но к сожалению в городе владимире этого нет нам администрация в общем то в этом отказывает хоть мы неоднократно поднимали вопрос о том что человек должен быть готов по сути дела получается вещь такая ребята завтра летим на марс все обрадовались ура ура мы полетим спрашиваем а предполетная подготовка будет при стартовой нет это будет все в процессе мать и то есть первый вызов он всегда будет для выездного персонал он будет шоковый ты не знаешь что там действительно вызывающий может интерпретировать так диспетчер понять по-другому вызов назначен по третьему пациент то есть пациент ожидает прибытие бригады скорой помощи бригад скорой помощи едет на непроверенном автомобиле он понятия не имеет сколько чего и как почему потому что времени просто не дается примеру так 8 часов вернулась автомобиль скорой помощи с предыдущей смены а 802 нужно поехал с новым работником когда проверять времени на это не выделяется конечно это наносит свой психоэмоциональный стаку стрессовую психоэмоциональную ситуацию для медицинского работника далее когда он приезжает на вызов и там действительно жизнеугрожающая ситуация и нужно чтобы у тебя вся аппаратура работала а выясняется что что-то не работает что-то неисправно кто же за это понесет ответственность кто виноват вообще мы все за то чтобы скорая помощь оказывала качественную помощь если там и должны быть быстрыми нас должно быть больше бригад для того чтобы население города владимир не страдал от того абсолютно вызывающему все равно вызов это по скорой помощи или это вызов по неотложной помощи он считает что должны оказать помощь ему абсолютно все равно но он вызывает но когда он ожидает прибытие бригады в течение нескольких часов в том числе для пяти часов состоять опоздание когда приезжаешь на этот вызов ты услышишь весь негативизм который в общем-то он уместен но ведь ты же в этом не виноват ты же ехал на вызов всего лишь навсего 10 минут ну 15 минут а вызов простоял четыре часа негативизм выслушал какие у тебя останутся после этого впечатления конечно негативные вот сколько не хватает еще сотрудников сколько должно быть бригад сколько если если вот так вот грубо возьмем 350 тысяч населения города владимир то согласно еще приказом еще советского союза они никуда не делись они существуют одна бригада из расчета общепрофильная бригада то есть это фельдская либо врачебная все профильная бригада одна бригада на 10 тысяч населения а на каждые 100 тысяч населения город имеет право иметь одну революционную бригаду вот и давайте посчитаем то у нас должно быть 35 общепрофильных бригад а у нас половина нет и плюс мы должны у нас должно быть революционная бригада она всего лишь одна на весь город это используется не по назначению не по профильности есть какая-то приоритетность вызов конечно есть без этого на станции скорой помощи работать нельзя если бы скорая помощь занималась бы только скорой помощью вы не успели положить трубку а вам уже заходят но к сожалению да по всей россии так что именно скорая помощь занимается не только скорой помощью но еще и не отложной помощью это подъем артиллерийного давления у кого-то температура 37 и 2 и так далее человек действительно позвонил он там вызвал скорую помощь но есть очередность если даже был назначен вызов к этому человеку которого нет признаков угрозы жизни но поступил вызов даже после того как был принят к нему поступил новый вызов с угрозой для жизни кота травма то есть падение с высоты трон транспортное происшествие инфаркт человек без сознания или еще что то конечно же бригада в первую очередь по и туда а неотложную помнить будет дальше ожидать но вы сами вот как думаете вот эти три часа или больше или меньше ожидания это в принципе нормы или так быть не должно так быть не должно вот будет у нас 38 бригад скорой медицинской помощи я думаю что вот этого времени вообще не будет будем приезжать вовремя но нам нужно что нам нужно чтобы были кадры но кроме того нам нужно и помещение для того чтобы разместить эти кадры сейчас станция скорой медицинской помощи находится в том здании которое не предназначено вообще для скотанцев скорой помощи она даже не типовые в типовом здании должно быть хотя бы сквозной проезд с одной стороны заехал мышц на другой выехал у нас только один пресс к сожалению в владимире я и такие конечно необходимо строить и вот тогда еще такой вопрос рекомендации для людей которые вызывают скорой помощи как правильно сказать что надо сказать что объяснить чтобы вас правильно понял диспетчер и к вам возможно может быть раньше приехал скорую первонаперво никогда не скандалить всегда вызывать скорую помощь спокойно диспетчер быстрее поймет спокойную речь есть нежели кто-то там будет громко кричать и требует чтобы к ним приехали далее отвечать точно на вопрос а уж если диспетчер скорой помощи дает рекомендации по оказание первой помощи пациенту с каким-то жизнеугрожающими состояниями в коем случае трубку не бросать выслушать все внимательно и выполнять те действия которые говорит диспетчер к сожалению у нас происходит ситуация другая позвонил сообщил трубку бросил диспетчер то я вот готов связаться перезвание никто трубку не берет а там же жизнь человеческая как станислав геннадьев заметил мы чаще сталкиваемся негативом потому что идут огромнейшие задержки по времени вызова стоят по три часа четыре часа пять часов даже стояли вызова по 8 часов то есть вот прошлое прошлую зиму когда вызовов было за сутки сейчас скажем мы работаем грубо говоря в усиленном режиме по 300 и более вызовов за сутки делают впереди январь месяц да впереди январь месяц это будет за 500 вызовов за сутки да то есть скажем не на полный штат бригад скорой помощи это будет там скажем еще сейчас люди в отпуска уйдут так скажем будет от 12 до 15 16 и вот на все эти 500 вызов будет выезжать 12-16 бригада плюс сейчас владимир включает такие районы обслуживания как лесной оргтруд то есть из в оргтруде грубо говоря бригада уехала они кого-то госпитализируют из оргтруда скажем в какую-то больницу и в этот момент поступает вызов в оргтруд естественно туда летит бригада с владимира то есть она летит туда это еще скажем минус одна бригада на население города владимир в лесной также мы ездим в минут бараки загородный то есть куда угодно все вплоть скажем от лесного до энергетика это район обслуживание станции скорой помощи города владимира и в 16 бригад но это несерьезно то есть это бредовая затея скажем так нашего здравоохранения что все так это очень печально получилось раз вы уже перешли на эту тему в том числе на обслуживание таких скажем отдаленных микрорайонов как оргтруд и лесной а мы знаем что в оргтруде очень долгое время проходили митинги и протестные акции потому что не была своя собственная станция скорой помощи до недавнего времени и вот теперь приходится на вызов выезжать туда уже как я понимает у нас лета работает и как вы знаете вот с 2020 года хотят делать уже областную станцию скорой медицинской помощи на базе собственно нашей владимирской да то есть поступила такая информация что 2020 году будет сделана единая диспетчерская служба то есть туда будут входить как диспетчера станции скорой помощи также подготовленные сотрудники я так понял мчс вот будет единая такая станция по приему вызовов и по большому счету это неправильное решение почему ну начнем с того то что в любой грубо говоря момент мы можем позвонить в свою диспетчерскую службу и уточнить например куда мне нужно госпитализировать пациента потому что зачастую в приказах министерств здравоохранения вот лично я в три часа ночи там с больным пациентом и в полусонном состоянии я физически не могу понять эти приказы то есть мозг уже хочет спать вот руки что-то делать вот и поэтому всегда можно позвонить в диспетчерскую уточнить спросить то есть диспетчеров куда нужно госпитализировать пациента по месту так скажем прописки если же будет так скажем единый центр единая диспетчерская я так понимать что увы мы уже туда позвонить не сможем и туда будут уже скидываться наши карты вызовов с планшетов все больше мы никаких контактов с ними иметь не будем то есть это неудобно в принципе для мед это неудобно в принципе да абсолютно верно а если подойти к этому с такой знаете с технической и логистической точки зрения вот готова ныне в нынешнем состоянии станции скорой помощи владимира к тому чтобы превратиться в единую областную диспетчерскую службу да я думаю что да что в принципе здесь ничего не мешает нет каких-то факторов которые бы помешали превратиться нашей скажем скромной диспетчерской в областную станцию то есть войти в их состав то есть в принципе это все имеет место быть понятное дело что вы не можете отвечать за всю медицину владимирской области но вот общее ее состояние как оцениваете вот как работники которые непосредственно в этой системе существуют работают и наблюдают какие-то моменты состояние очень плачевная медицины общей владимирской области она находится просто в ужаснейшем угасающем состоянии то что развалилась абсолютно все закрываются фапы увольняются врачи бегут младший медицинский персонал и так скажем и санитарки и медсестры все бегут просто куда глаза глядят где больше платят то есть за пределы за пределы до скажем и владимирской области потому что так скажем урежение зарплат то есть это как бы тема урежение зарплат не особо насущная но тоже имеет место быть так скажем в каком-то контексте но сейчас не об этом не о зарплатах что люди просто бегут люди не могут работать в таком режиме народ просто требует от медицины чего-то скажем большего что мы можем на данный момент предложить точнее не мы можем предложить что может предложить министерство здравоохранения владимирской области знаете это стабильный тяжелый пациент с эпизодами шоковых состояний экономисты победили здравоохранение к сожалению вот в этом то в общем-то огромная большая проблема а в городе владимире станция скорой медицинской помощи я пришел работать туда в десятом году при прежнем главном враче все было очень печально вся аппаратура находилась на складах и только с приходом сергея генщик у либо в двенадцатом году аппаратура появилась в автомобилях я какую починили вернулись начали работать все было замечательно хорошо и вообще развитие у нас пошло очень сильное мощное и при нем и соревнования по скорой помощи проводились и там ребята были настолько сильно подготовлены все было замечательно но в последнее время последние два года у нас все застопорилось и мы не в прогрессе а в регрессе ну причина в том что мы пришли работать на цифровые технологии это мы работаем многие сейчас наверно видят да из окна видят что бригада скорой помощи стоит во дворе и там медработник сидит играется в планшете он не играется в планшете он заполняет электронную документацию сожалению разработчик этой системы рмвмб город пенза поставил настолько недоработанную программу что теперь мы все страдаем если раньше написание бумажной документации составляла три минуты сейчас это 10 15 20 минут кроме того ты можешь заполнить ее полностью на вызове все ты успел ты молодец все прекрасно ты выходишь а у тебя пусто слетел вызов он исчез звонишь разработчикам по телефону начиная жаловаться ребята в чем дело то что делаете что творить это как работать может с вашей системы мы передадим ваши высказывали нашему руководству и так далее мы все изменим за два года ничего не изменилось и часто такое бывает сплошь и рядом каждый день каждый сутки не по разу сутки не пара и каждый раз приходится вся основная беда я пускай сразу вся основная беда что принцип работы этой системы он неверен то есть планшет тот который находится на руках он связывается с сервером ты работаешь сервером а ты должен работать здесь неважно есть интернет нет интернет у тебя есть включенный заряженный планшет ты можешь все там убивать я все сохранилось ты все написал а когда поступишь в зону интернета должна произойти синхронизация к сожалению у нас точно сюда наоборот планшет программа без интернета работать не может вообще и это когда проводит та компания которая поставляет там поставки интернета они в общем-то иногда проводят ночью или еще в какие-то дни техническое обслуживание на два-три часа хлопнет интернету все работа скорой помощи парализована никто не может никому ничего не передать мы пишем бумажные варианты на бумажках потом это сидим и все это убиваем это столько времени уходит и благодаря этой системе скорая помощь каждый вызов увеличился оказание его на десятки минут давайте вот коротко резюмируем под конец вот что надо сделать и что можно прямо сейчас сделать чтобы улучшить положение на станции скорой помощи города владимира вот по пункту конечно нужно изменить организацию организационные правила внутри то есть это прием передачи автомобиля все аппаратуры которые есть это должно быть обязательно человек должен быть уверен в том на чем он работает сегодня дальше должны прекратиться какие-то скажем так перемещения с одной машины на другую человек должен всегда работать на одном и тоже автомобиле он к нему привыкает он знает все то же самое как хозяйка на кухне она прекрасно знает все и не дай бог это хозяйка зайдет в гараж и мужчина и везет порядок должно быть вот это обязательно условие дальше в общем то мы должны уйти от цифровых технологий те которые сейчас есть их заменить на прогрессивные на нормальные чтобы можно было работать чтобы действительно цифровая технология помогала людям работать дальше увеличение заработной платы пока у нас рядышком находится город москва со своей заработной платы мы будем часто терять сотрудников но если мы не можем поднять заработную плату до уровня москвы то мы должны улучшить условия на хождение людей их на условия помните это должен должны быть эффективное время приема пищи ведь мы заботимся о здравоохранении здоровье других граждан но при этом у нас обед превратился высоков 10 12 максимум 17 минут но это тоже не хочу это все накладывать свой отпечаток женские туалеты у нас большинство работает женщин а туалетов то не хватает женских даже банальная вещь но это нужно меня это нужно новую станцию скорой медицинской помощи и срочно и устроить мало того к этой станции скорой медицинской помощи должен быть построен учебный центр человек который работает по вызовам он должен приходить и он должен тренироваться он должен знать все свои манипуляции и они у него должны быть отточены и даже если фельдшер попадет на какой-то критический вызов к ребенку еще что-то он должен сделать все то что необходимо чтобы сохранить жизнь этому ребенку без тренировочного центра это сделать невозможно стени сладкий рел большое вам спасибо за эту беседу за то что пришли рассказали о такой важный мне кажется для всех для важно общественной темы надеюсь что у вас в скором времени улучшится ситуация и к вам прислушается и департамент здравоохранения областной возможно и минздрав дальнейшем и вам большое спасибо зрители за просмотр до скоро